С 20 по 26 ноября в Москве прошел Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов. Инициатором конкурса является выдающийся деятель современного балетного искусства Юрий Николаевич Григорович. Студенты Якутской балетной школы имени Аксении и Натальи Посельских завоевали высокие награды. И сегодня один из них в нашей студии. Рада представить вам отличника культуры Республики Саха-Якутия, преподавателя Якутской балетной школы Аллу Феликсовну Макарову и Николая Выломова, студенты третьего курса Якутской балетной школы, обладателя первой премии золотой медали. Все верно? Доброе утро. Николай, мы тебя, конечно же, поздравляем. Алла Феликсовна, расскажите немного о конкурсе. Какое количество ребят поехало с балетной школы, с Якутии? Вообще участников конкурса было более ста человек, которые проходили первый тур. Якутию представляли четыре наших студента. Это вот Николай Выломов, студент третьего курса, студентка третьего курса Дарья Жиркова и Александр Габышев, студент второго курса. Саина Винокурова еще было четыре человека. И привезли мы три награды. Здорово. Это у нас золотая медаль, первая премия, второе место это серебро и диплом у нас привезла Даша. Конкурс был очень такой насыщенный. Проходил он с 19 по 24 число. И каждый день ребятки с утра и до вечера, полное погружение, приехали самые лучшие исполнители. Этот конкурс позиционирует себя как всероссийский смотр молодых талантов, молодых исполнителей. В этом году была номинация «Характерный и народно-сценический танец». Николай, но впервые ты участвовал в подобного рода мероприятиях? Или это уже не первая твоя победа? Ну, такая крупная победа, конечно, моя первая победа. И вообще это моя первая медаль. До этого я был дипломантом, все время становился так же, ездил на конкурсы, участвовал в них. Но это действительно моя первая медаль. Здорово. И сразу золотая. Я занимаюсь уже 12-й год. И это мой уже последний как раз. Заканчиваю уже. Последний последний. Колледж имеется в виду. Колледж заканчиваешь, да? А почему я решил, кстати, заниматься? Сначала меня, конечно же, привели родители. Потом я поначалу не понимал. Но после как-то привязалась и уже начал тянуть к этому. Ну, а в конкурсе, да? Какие этапы были? Сложно ли было? Насколько интересно вообще? Сложнее готовиться, либо вот само выступление, оно более сложное? Или наоборот, подготовка сложная, выступление проходит легче? Ну, мне сообщили за где-то за полтора месяца, что я как бы, ты поедешь на конкурс. Сначала не понимал, что это. А когда начали готовиться, уже понимал всю трудность, что насколько будет трудно. Это все-таки всероссийский конкурс и очень большая ответственность. Тем более представлять. Подготовка была очень трудная. Ежедневные репетиции по несколько раз. И очень было трудно. Но на конкурсе прошло очень быстро все. Как бы станцевал, и тебе оставалось только волноваться за... Прошел ли ты дальше и результаты ждать. Очень было трудно. Ну, как раз таки о результатах, Алла Феликсовна. Вот о жюри расскажете. О жюри очень компетентное было. Это 12 человек. Как вы уже сказали, председатель был сам Юрий Григорович. Были в составе заслуженные народные артисты республики. Республик Башкар-Катастан. Башкар-Катастан. Россия. Также директора и художественные руководители таких знаменитых ансамблей танца, как ансамбль танца Игоря Моисеева, Гжель, Кабардинка. Также в жюри был Сергей Усанов. Это директор Международной Федерации Балетных Конкурсов. Очень большой человек, очень компетентное жюри. И тем ценнее наша победа. Мы уже участвуем в этом конкурсе третий раз. Первый раз это было два года назад в современном танце. Тоже привезли золото в младшей группе. Наш квартет «Даймонд». В прошлом году Сарел Афанасьев, наш выпускник, но тогда он представлял от Москвы шоу, тоже получил первое место в старшей группе. И в этом году у нас народно-сценический характерный танец. Николай, поделись своими планами на будущее. Вот ты заканчиваешь, что дальше? План на будущее – это, конечно же, поступить в театр и уже продолжить свой балет на искусство. Дальше также буду поступать на высшее и буду получать высшее образование. Дальше, возможно, буду становиться педагогом и обучать также детей. Пришел случайно, а в дальнейшем хочется стать педагогом. Это хорошо же, затянуло, как говорится. Но непосредственно о выступлении. Вот волнение было у тебя? Волнение, оно всегда присутствует. Как справляешься с ним? Справляться? Ну, пока еще не научился. Но когда выходишь на сцену, оно заметно пропадает. И ты уже думаешь, как, главное, станцевать. И, главное, как подать себя. А волнение, само собой, пропадает со временем. Нам еще известно, что перед конкурсом ты был удостоен именной стипендии первого президента Николаева. «Знанием победишь» называется она. Немножко расскажи об этом. Ну, когда мне сообщили о том, я очень удивился. Было даже неожиданно и не верилось как-то. Но после награждения у нас была также встреча и с Николаевым. Конечно же, я его поблагодарил за это. Ну, за какие заслуги, за что вообще? Да, что она означает? «Знанием победишь»? Ну, как я понимаю, то, что это за свои достижения, за то, что чего-то ты добился, каких-то успехов. А так я участвовал во многих конкурсах и в международных, и всероссийских. Получал дипломы и также звания. Ну, в общем, заслужил, да? Как говорит. Ну, и на этом не стоит, конечно, останавливаться, добиваться вся новых и новых высот. Николай, мы тебе обязательно желаем успехов, чтобы обязательно все запланированное сбылось у тебя. Спасибо, уважаемые гости, что пришли к нам этим утром. Желаем вам прекрасного, хорошего дня. Приходите к нам еще.